Приветствую коллеги, это аналитика валютных рынков и торговая идея от компании Техмилы, с вами я Артур Идиатолин. Давайте поговорим про американский доллар. На этой неделе с ним связано очень много экономических новостей и отчетов. По нему разворачивается основная доля волатильности, которая вносит вклад в движение многих валютных пар. Вчера у нас произошло по индексу очередное коррекционное ралли, вот здесь можно видеть довело на индекс доллара практически до уровня 91.40. В принципе он уже как мы видим утыкается постоянно в это сопротивление. Происходило это на коррекции в американских акциях, европейские рынки тоже там пострадали. Причиной коррекции стал комментарий главы Минфина США Джан Келлина о том, что может потребоваться повышение процентной ставки, чтобы предотвратить перегрев экономики. Непонятно с чего она решила сделать такое заявление, когда у нас ФРС твердит, что там еще по крайней мере пару лет будет ставка на низком уровне. Но она решила сделать заявление и конечно же рынки на это отреагировали. У нас отреагировал доллар, у нас отреагировали рисковые активы, они естественно обвалились, ну обвал бы небольшой, правда. Доллар естественно вырос, так как любой сигнал на то, что дешевая ликвидность, она может скоро кончиться, конечно инвесторов не проигрышает такая мысль. Естественно движение на комментарии Елен это также вскрыло кризис доверия между инвесторами ФРС, который заключается в том, что у нас ФРС чуть ли не на каждой встрече говорит о том, что ставка будет держаться на низком уровне. Мы вам это обещаем, мы будем количественное смягчение, программу количественного смягчения будем сохранять на прежнем уровне. Но инвесторы не верят, а инвесторы выходят из бандов, особенно с длинных облигаций, которые подвержены риску инфляции. И вот вчерашний комментарий Елен, то что он такой вот прям шорох навел на рынке, указывает на то, что очень и очень скептично рынки относятся к тому, что сейчас говорит ФРС. Потому что ФРС может переобуться в любой момент, если они заметят, что есть сигнал ускорения инфляции. Поэтому рынки на стороже. Думалось, что вот ФРС не может взять на себя храбрость, а взяла на себя храбрость Елен. Но позже стало известно, что оказывается у нас Елен уточнила, что она имела в виду. Это была не рекомендация, это был не прогноз по повышению ставки. Это был просто вот такой вот полет у нее мысли, собственно. Но это как бы неудивительно на самом деле, если вспомнить, что буквально неделю назад у нас выступал один из представителей ФРС, который вот четко сказал, что ставки будут на низком уровне долгое время, не надо там ничего придумывать. Сегодня также выступал Чарльз Эванс, другой представитель ФРС. Он также поспешил вот эти все спекуляции, которые возникли, загасить по поводу ставок. Значит, по индексу доллару, что мы видим? Три последних вот таких вот волны укрепления здесь, вот здесь, потом вот здесь, да. И что вот нужно отметить, они становятся все короче и короче по амплитуде, да. Встречают при этом они примерно сопротивление вот здесь, вот на уровне 91.40. Все они вот здесь упираются. Но мы видим, что поддерживает, поддерживает, то есть покупательский напор, вот этот натиск покупателей, он вот здесь поддерживает, получается, доллар. Покупают все выше, выше и выше, но при этом особого рвения, да, уходить выше нет. То есть не могут они уйти выше. Собственно, вот такие вот обычные движения, которые у нас сопровождаются также отсутствием какой-то экстремальной динамики по индикаторам ATR и RCI. По RCI мы видим динамику в рамках диапазона, да, нормального, плюс по ATR. Также мы видим динамику укол среднего значения. Когда вот у нас сопровождается такими средними значениями, плюс еще устаканивается вот здесь движение, обычно все это предшествует пробою. И вот судя по натиску вот здесь покупателей, скорее всего движение будет, вектор от этого пробоя, скорее всего, будет вверх. Потенциальным катализатором для этого пробоя, скорее всего, станет отчет non-farm payrolls в пятницу. Два других отчета, на которые стоит обратить внимание, это отчет в непроизводственном секторе от ICM и отчет ADP. Вот, собственно, у нас появился отчет ADP. 742 тысячи рабочих мест, прогноз 800 тысяч. И плюс еще вот здесь ждем, какая тут циферка появится, чтобы понять, что у нас происходит на рынке труда и что ждать в пятницу. Если тут будет слабенькое значение, особенно будет вот здесь слабенькое значение, вот компонент найма, если здесь будет не очень ситуация хорошая, можно будет полагать, что, скорее всего, не удивит нас отчет non-farm payrolls в пятницу. И тогда евро-доллар у нас продолжит свое укрепление, которое, кстати, у нас корректируется и не может уйти ниже 1.19. Решительно не может уйти ниже 1.19. Мы вот здесь видим, ну, во-первых, да, то, что есть вот здесь какое-то умеренное движение вниз. Но вот когда мы, собственно, подошли к уровню 1.20, вроде бы критически важный уровень, если бы были какие-то намеки на то, что хотят перехватить контроль покупатели по американскому доллару, да, или разочаровались по евро у нас игроки, то какой-то был бы здесь пробой. Это бы характеризовалось по RSI каким-то выдвижением за вот эту границу, сюда бы, да. Ну, какое-то было бы давление, какой-то момент. Нет здесь моментом, неопределенность, нерешительность. По сути, мы сейчас вот здесь около 1.20, это точка, область нерешительности может пойти и вверх, и вниз. Но я склоняюсь к тому, что с учетом от последних данных, да, то, что мы видим по ADP, сейчас еще вот здесь будет по non-manufacturing, по непроизводственному сектору активность. Раз такая пляска пошла, раз у нас ADP разочаровал, то, конечно же, на non-farm payrolls по нему закладываются более скромные ожидания, поэтому все-таки, все-таки я рассчитываю на то, что по евро-доллару мы продолжим движение вверх. Здесь мы вышли, получается, из восходящего здесь канала, и вот это движение, которое руководило ростом, на нем мы как бы взяли, поставили паузу. Получается, здесь сейчас, на этой неделе мы решаем, что у нас данные по США, если у нас статистика по США не дает четких указаний к тому, что США вырывается вперед в темпах восстановления, вся прежняя динамика, а в частности укрепление евро-доллара, она снова у нас возымеет вверх и продолжится здесь движение вверх. Поэтому давайте как бы рассчитывать, я бы рассчитывал на то, что будет сюда какой-нибудь пробой 1.19.50, ложненькое такое движение, отсюда какие-то покупки и дальнейшее движение вверх на том, что ожидали, что будет какой-то масштабный сюрприз по американской экономике, он не произошел, сразу же у нас доходности вот эти по 10-летним казначейским облигациям, сразу же вот здесь у нас умеренная динамика, отсюда у нас поддержки доллара нет от дальних доходностей, и поэтому все, что там в евро бурлило, готовилось, все, что там по евро намечалось, это все всплывает вверх и позволяет продолжить вот здесь движение по евро-доллару вверх. Это вот я как бы так вот думаю, на самом деле я чуть раньше ожидал, что у нас будут сильные данные все-таки по non-farm payrolls на этой неделе, но отчет ADP все-таки заставил призадуматься. Во-первых, не то, что мы как бы выше прогноза не оказались, мы даже его не оправдали, мы оказались ниже. Ну и вот плюс еще, видите, подъехали данные, чуть более слабые данные подъехали. Чуть-чуть выше получается мы предыдущего значения, вот здесь, да, компонент найма, но ничего экстраординарного, поэтому очень аккуратно следим за тем, что будет в пятницу, там у нас 925, что ли, кажется, тысячи рабочих мест. Скорее всего будет какое-то умеренное значение около прогноза, может быть чуть ниже, и, конечно, доллар не получит поддержку с этого. Хотя вот на начальном деле очень правдоподобно выглядело, что будет там плюс миллион рабочих мест по non-farm payrolls, с учетом, конечно, данных по ADP сегодня плюс и по непроизводственному сектору, уже тяжело такое ожидать. Вот, в общем, это все, о чем я вам сегодня хотел рассказать, внимательно следите за тем, что у нас происходит в экономических данных, готовьтесь к чему-то новому фарм payrolls. Если у вас остались какие-то вопросы или комментарии, вы можете задать их под видео, я буду рад их с вами обсудить. Не забудьте поставить лайк и подписаться на новые выпуски, если у вас есть такое желание. Ну вот, на этом я с вами прощаюсь, всего доброго, торгуйте продукт. Продолжение следует...